Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня среда, 13 августа. Вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. Цены на нефть во вторник упали к 9-месячным минимумам. Основные факторы давления на котировки ценного углеводорода по-прежнему формирует геополитика. Конвой из 280 грузовиков с гуманитарной помощью из России был центральной темой обсуждения для всех мировых СМИ. Причем источники информации давали совершенно разные и противоречивые сообщения. Порой казалось, что сделано это намеренно, чтобы окончательно запутать всех следящих за развитием событий и под прикрытием сложившейся суматохи довести гуманитарный груз до пункта назначения. Еще до того, как грузы были отправлены из Подмосковья, цена на североморскую нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 104 доллара США за баррель. Еще на прошлой неделе представители военного блока НАТО высказали свои опасения по поводу того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины под предлогом оказания гуманитарной помощи, окончательно запугав инвесторов своими безосновательными догадками. Но и помимо украинского кризиса, инвесторам предостаточно поводов для беспокойств, а именно в Ираке продолжается авиаобстрел американскими силами по позициям повстанческой группы исламского государства Ирака и Леванта, захватившего порядка трети всего государства. Тем временем цены на золото в сложившихся условиях растут. Инвесторы вновь смотрят на драгоценный металл в качестве актива-убежища. Тройская унция вчера подорожала на 10 долларов. Котировка поднялась к отметке в 1315 долларов США. Следите за последними новостями в мире финансов с компанией Инстафорекс. Всего вам доброго и удачной торговли!